И снова здравствуйте, друзья! Вы на канале UDZ, и сегодня у нас на очереди обзор моей первой игровой приставки, а сегодня мы будем играть на эмуляторе, потому что эмулятор игровых приставок, как известно, один на всех. Так что я думаю, что сейчас вы увидите обзор, который вернет вас на, скажем так, чуть ли не 20, а 18 лет назад, когда мы впервые с вами, а я верну свой обзор на 16 лет назад, когда мне покупали PlayStation Portable. И сегодня у нас будет обзор, который берет вас на дальнее-дальнее детство, и мы сегодня сыграем в несколько игр, которые нам попадутся, и сегодня мы с вами это увидим. А начнем мы с того, что мы сыграем FIFA 2006. Ну что ж, так или иначе, мы включаем FIFA 2006 на PSP, и давайте послушаем заставку и спорт, и только затем, затем, все клубы, которые у нас имеются, точнее, лиги, которые у нас имеются. Здесь есть английский чемпионат, бундеслига, лига серии А. Нажимаем, соответственно, начало игры. Создаем новый профиль и удаляем лишний. Я назову его... Назову этот профиль, соответственно. Этот профиль, так или иначе. Так, вот теперь выбираем команду любимую, тогда у меня была любимая команда Chelsea, как известно, тогда я играл без карты памяти, но автосейв можно включить. Можно включить автосейв. И, соответственно, давайте сыграем в... Сыграем, соответственно, в матч... В матч наш... В английском чемпионате. Давайте выберем форму. Вот как мы видим Samsung Mobile, а раньше был Flymer на форме Chelsea, а вот дальше вот... Красная форма Manchester United. Забираем статик. В присылочной погоде давайте сыграем. Две минутки будет быстрая игра, чтобы мы не запускали долго ничего. Радар будет включен. Так, бродка с камерой. Музыку мы вынуждены выключить. Чуть-чуть добавим в GameSFX. Так, что у нас по составу? Что у нас по составу? Давайте посмотрим, что здесь. Петер Чех, Паула Феррея, Джон Терри, Рикардо Карвалю, Дель Хорно, Джо Коул, Пло Макелеле, Фрэнк Лэмпорт, Дэмьен Дафф, Ариен Робин и Эрнан Креско. Это касается как раз стартового состава. Запасные Кудичи, Нигалас, Райт Филлипс, Гудьонсон, Драгба, Уэйн Бридж, Сиаго, Жерми, Коулд, Глен Джонсон, Роберт Хьют и Лосана Диара. Так или иначе, давайте начинать наш сегодняшний матч. Вот, соответственно, и комментаторы Клайв Тизли и Энди Грей. И, соответственно, мы сегодня будем отжигать по полной программе. Вот капитан Джон Терри. Далее Уэйн Руни на экране нашим. Сейчас будет состав. Манчестер, вот Асер Дель Хорно. Мы правда позабыли, кто такой Дель Хорно. Асер Дель Хорно. Вот Вандерсар, Невил, Фердинанд, Сильвестер, Хайнс, Роналду, Кинс, Коллс, Гиггс, Ванни Старой и Руни. Как раз на экранах вы это видите. Вы это читаете, вы это видите. Ну и, соответственно, наше начало. Начало наше. И полетели. Первая атака Челси. Пошел на мяч Макелеле. И больше того, я вам скажу, что... Больше вам скажу, что сейчас... Много не мало будет интересная борьба за мяч. Между тем, что Манчестер, вот Креспо, молодец. И Креспо, которого многие сватали в один из миланских клубов, как раз участвовал в этом моменте. Вот Макелеле. Дальше, что у нас. А дальше вы видите... А вот и первый гол. Первый гол Вайнер Руни. Как раз... Первый гол Вайнер Руни. И вот... Вы это все видели, вы это смотрели. Как попал по штанге, мы видели. Кто-то из игроков Манчестер Юнайта. Давайте взглянем сюда. Кто это был. Продонавали конец вот этого удара в перекладину. А вот еще раз момент удара. И Чех не смог среагировать. По прозвищу Танкист. Петер Чех, если правильно вам это сказать. Лэмпорт пошел дальше на подбор мяча. Кординат успевает... Не успевает его сыграть. А вот Тернан Креспо удар... Первый... Первый удар она на Креспо, и он неудачный. Ну что ж. Пока Манчестер Юнайтед один гол выигрывает у Челси. Гарри Невилл. А это Роби Кин. Пол Скоулс. Дэмиэн Даб. Вот пас дает. Наверное, на Креспо дальше. Вот сюда. Постается почему-то. Вот и первый удар Креспо. Нормальный створ. И Ван Дерсар ловит его. Вот класс, что Креспо успел сделать. Так, Креспо. Выграет на депутат до конца. Обокрал его Хайнца. И первый свисток на перерыв дает арбитр Кимилтон Нильсон, судя по его прическе. Ну а сейчас посмотрите на статистику. Два удара всего по одному в створ. 3-6 по отборам. Ни одного фола. Предупреждений нет. Корнеры 0. Ассайдов 0. Валадимичу 37 на 63. Забил первый гол в Айнруне. Они вместе с Рудом Ваннистароем начинают второй тайм. Второй тайм. И мы видим, что... Как раз вот... Неплохая комбинация. Дальше надо распоряжаться было мячом, но... Упускает его. Упускает его так или иначе. Это подарок мяча сопернику здесь. Но и подарок мяча сопернику вот... При чистой игровой ситуации. Матилерия впивает. Как это могло закончиться. Могло это закончиться. Непросто. Тем временем 65-ая минута подходит к концу. Накапал на секундном мере 67-ая уже. И мы видим, что Матч Семьерный не оставляет Попетер переиграть оппонента. А дальше... Ронан Креспо не даст пас таким образом. Дэмино Дафу. Великолепный сын. Дальше ответный подкат. Ронан Креспо дальше пас. Не даёт Робин пас Ронан Креспо. Великое английское дерби мы с вами смотрим. На наших телекранах. Как бы не оказалось такого, чтобы... Как бы не оказалось такого, что на последних минутах будет двигаться голкипер. Может быть, это и окажется оценочным здесь. Дэмиан Даф не успевает. Добавлены минуты. Пошли. Что же получится? Вот, 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 вот. Ну-ка, давай, последнюю атаку. Нет, ещё разочек. Круто выцарапали, но здесь... Кстати, атаке точно не будет. Они же ведь тоже великие. И всё. Проиграли игру Челси. Коул лежит, Джо Коул. А Кин и Хайнс и Ваннистолрой и Руни уже успели отметиться победой. Вот ещё раз повторю единственного угла со стороны Манчестер Юнайтед. И мы переходим к следующей нашей игре. Но, правда, у меня была игра недостающая. Я вам скажу, и вот сейчас мы с вами это всё и увидим. Эта игра будет, конечно же, на Скар. Пока давайте в My FIFA 06 зайдём, в Story зайдём. И посмотрим, что у нас тут по формам. Так, альтернативные формы. Монако, Милан, Аякса, Арсенал и так далее. И многих других. Вот даже Барселона, альтернативная форма. Для 4К можно вложиться. И Спортсэксер, давайте посмотрим здесь. Не иначе. И Спортфристайл, Суперстарс. В этом мы всё видели. Тагерус ПГА Тур 06. Так вот, опять же, опять же, если мы говорим с вами о серии Тагерус ПГА Тур, в предыдущей, до этого, после его роли Маклорой, сейчас уже вступает на трудовую вахту ПГА Тур АТИ Спортс. Просто, потому что, во-первых, как вы знаете, добавлен турнир Мастерс, добавлен турнир Мастерс, да и много крутых таких хороших вещей. Так, теперь выходим в меню, переходим в игры, и начинаем мы с соответствующей игры, которая называется Наскар. Вот на ваших экранах игра Наскар, и вы видите ее номер 38, поскольку и Спорт Наскар была еще на БСП, если вы зайдете на определенный сайт, где была информация по этой игре, то, конечно, я думаю, что сейчас вы о ней узнаете многое. Ну что ж, вот теперь мы начинаем нашу следующую тему, а это Наскар. Автосейв, соответственно, загружен. Зажимаем старт. Ну и давайте начинать соответственно наш заезд. Наш заезд давайте начнем на... на депутанте, потом уже будем... потом уже будем на... там желтые флаги, и visual track assist. Endurance 50, длинный medium, короткий 8, medium 12. Long 25, Endurance 50, полная 100% дистанции. Dash 4%, самая легкая. Допустим, это будет Short. Вот машина, это Эллиота Садлера, которую мы видели в начале нашего осмотра игры. Джефф Бёртон, Джефф Гордон, вот за Джеффу Гордоном можно и покататься. Шарлот, Лас-Вегас, Канзас, Инфинион Рейс Вей, дальше Индианаполис, Хомстед, Майами, дальше Дайтона International 500. Вот на Дайтоне можно 16 кругов проект. Давайте загрузим наш заезд в Дайтоне. И прямо сейчас давайте начать наш заезд. Так, настройка машины. Time Pressure поставим 30, suspension, дальше, Front Springs примерно до 54. герасиус, пресет 10. Так, первая передача можно спокойно, третью можно совершенно вот сюда. А лучше, знаете, что я бы предложил? По максимуму получить скорость такую. Так, давайте попрактикуемся немного, немало. кстати, машинка-то неплохо крутится. Неплохие выкрутасы выдает. Вот, кстати, хат, который мы с вами видим, он, он, кстати, так, ну-ка, видок. Вот, кстати, с камерой может быть и кстати, с этой камерой можно сказать, что 98%. Так, лучше этого не стоит делать, не надо было этого делать. пресеты. Как бы по дисплею можно. Бампер, так, это скорости. Так, вот здесь мили в час показывает вам, как показывает вам, как катаются вот такие машины 2007 года выпуска. машины Носкар. Бывали еще и машины с завтрашнего дня, то есть новое поколение. Но бывало всякое, бывало всякое. Итак, вот сейчас мы пройдем первый круг по этой трассе Дайтона International Speedway. Когда-то она принимала 24 часа Дайтона на той же трассе, там, где уже катали endurance машины. Ну и сейчас наверное катают. Так, вот трасса уже шла к этому моменту. трасса ведет к этому моменту немного немало более чем более чем двухмильный овал здесь. И так, соответственно, ой, 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 этого не надо было делать. Лучший круг 49-415. 49-415. Там был правда тычок в стену здесь. Тычок был в стену, но после этого тычка нашего можно сказать, что посектора мы лучше выигрываем, чем в предыдущие разы. Вот опять же вот входим вот в эти повороты как только это может происходить. И так, и так, и так. Давайте смотреть. Что ж, сейчас еще один круг все видит 315 уже. так вот опять же немного немало машина упирается в стенку. А вот теперь смотрите все-таки главное сейчас в боксы заехать. После третьего круга уже топливо в паке встать. Продолжаем, продолжаем. Номапрон пока завязаем. Естественно, сейчас будет питлейн. канцелл. Так, быстрый круг у нас уже имеется. Так, выходим. в фоне тренировки. В фоне тренировки. Ну, в общем, игра, она есть игра, но давайте давайте, кстати, на этом, может быть, и завершим сегодняшний наш проход по трассе. Ну, друзья, это был обзор, который вернул вас буквально на 16 лет назад. Ну, фактически на 16 лет назад, в моем детстве. А вернул он вас примерно на 18 лет назад, когда мы ждали PlayStation Portable. Ну, я ждал, соответственно, у меня была первая игра F1 Grand Prix, но почему-то мы вам ее не показали. Но показали мы FIFA 06 и NASCAR. то есть эти две игры мы показали прямо сейчас и, наверное, в следующей части нашей программы мы покажем F1 Grand Prix и, может быть, мы покажем режимы, которые там были в первой моей игре в эмуляторе на PlayStation Portable, в игре F1 Grand Prix на PSP. А с вами был ваш покорный слуга DZ, и вы были только что на канале UDZ. До новых встреч и всем пока. До встречи, до новых исторических видео. Субтитры сделал DZ.